Приветствую тебя, отец. Добрый день, батюшка. С миром. С миром принимаем. Приветствую всех, кто нас будет слушать. Да кто там поди будет слушать, уж не знаю даже. Да. Ну так. В общем, подожди-ка минутку, подожди. Ты вышел на один час раньше почему-то. Ровно на час раньше. Мы договорились-то, ты сам дал мне на 10 Москвы. А сейчас не 10 Москвы, а только 9. А, ну давай тогда. Ну ладно, ладно, это я просто так говорю, бывает. Давай, говори, что хотел. Да. Ну вот сейчас я поздравляю тебя с началом Великого Поста. Спасибо, Христос. Это время бдения. Ну вот я хотел, чтобы ты поделился своим словом о Великом Посте. Значит, эта неделя называется «Воспоминание Адамова изгнания». Значит, здесь вот много такого совершилось. И у меня вот возник такой вопрос. Как человек, находясь в раю, мог совершить такое безумие, даже допустить мысли, а потом вкусить, даже и потом вкусить запретный плод. Он не был искусен, наверное, он не был искусен в духовной брани, общаясь с Богом. И не мог распознать, кто скрывается под шкурой змея. Значит, он был неопытен, чтобы распознать вот эту кость дьявольскую. Имея заповедь, и хотя бы имел заповедь, не вкушай. Ну вот, хорошо, чтобы вот так вот раскрыл тему, так, чтобы понятно нам было. Видишь, в чем дело. Люди, которые окончают семинарии Академии, да еще что-то там, у них целенаправленная тема, вход, центральное окончание. У меня ничего этого нет. И когда меня спрашивали, по какой программе я веду занятия в университете, в других местах, я отвечаю всегда одинаково. Программы у меня никакой нету. А как так? Просто я беру Евангелие и толкование святых отцов. А дальше уже задача состоит с двойным переходом. Как это называется экстраполировать, перенести на сегодняшнее, минуя тысячелетие. Ибо эти, это были образы для нас, 1 Коринфянам 10 глава 6-11 стихи, это для нас написано. И после этого второй переход конкретно к человеку, который это услышит. Моя задача только в этом заключается. И поэтому мои рассуждения, ну хотя я знаю толкование святых отцов и прочее, они имеют свои особенности. Спрашивают, а в чем они? Ответ один, я никому не подражаю. Ну, отовсюду набрался, а потом заново пересчитываю, молюсь и жду, что мне Господь скажет. Я хочу услышать голос Господа Бога. И когда ко мне задают вопрос, независимо от того, мирской человек или священник, передо мной стоит один ответ, который Бог дает. И ты пришел не ко мне, батюшка, не ко мне, забудь про это. Тебя интересует, что об этом говорит Дух Святой. Я правильно понял? Да. Вот я так и буду отвечать. Поэтому мои ответы очень многим не нравятся. Но их надо потом отдельно еще раз прослушать будет. Я говорю для тех, кто будет это слушать. Вот, например, Адам был в раю. Ну, все знают рай, хорошо. Можно говорить это положительно, а другие даже и не знают, какие они там были. Они были там не одеты. Опыта никакого. Совершенно. Вот у меня сейчас в комнате голубенок вывелся. Прям в комнате голуби у меня живут. Но он совсем ничего не знает. Сегодня исполнилось один месяц, как он вылупился из яйца. И он за один месяц уже ест самостоятельно. Пьет самостоятельно. Летает самостоятельно. И он мой голос узнает и ко мне подходит. Один месяц. Прости, что ребенок знает в один месяц? Он ничего не знает, кроме сиськи матери. Так вот, Адам не знал даже того, что сегодня ребенок знает. Ребенок слышит всякие звуки музыкальные, там, второй голос отца. Он ничего не знал. Но он обладал даром пророчества, Ян Затаус говорит. Он назвал зверей. Не просто, что ему, говорится, с бухты-барахты. А он говорил, что по-русски никак это не выражено. Например, воробей. Ну, по-нашему, что воробей? Ничего не означает. А поэтому он увидел, что он сразу ухватывает у другой пищи, ворует. И он понял, вора надо бить. Вор, бей. Соединительное слово, буковка О. Допустим, пароход. Паром ходит, пароход. О, по середке стоит. Или ворона. Это все везде ворует. Вор, она. Знаете, положительно. Ворона. Так вот, Адам называл так, что это означало, допустим, слон. Это означало животное. Это все в одном слове заключалось. Я, к примеру, уже говорю. С необыкновенным носом длинным. Это включалось. Почему называется пророчески. Они Бога не видели. Они его только слышали. Опыта было у них нулевой. Вот я считаю, бытие 3 глава 8 сих. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Ну, сейчас, если я захожу в свою комнату, то от меня даже кошка знает, что не спрятаться. Она знает, что я ее найду, если она напакостила. Ну, куда она будет прятаться, когда все открыто? За каким кустом там? Ну, под шкаф залез, а я заглянул ее, вытащил оттуда. Адам даже этого не знал. Он услышал Господа Бога, значит, и видел, что он голос передвигается. Он его не видел. И он сразу решил вскрыться, и жена рядом с ним залегла. Так дело-то в общем. Ты меня прости, отец, что я буду говорить сейчас. Я буду пользоваться не библейской только терминологией. Это все было у Бога уже запланировано. Какой будет человек, как он не будет понимать, как постепенно будет доходить. Постепенно новые люди будут больше и больше познавать о Боге. И как, наконец, через 5508 лет придет на землю Сын Божий. Это от Адама столько. Бог знал, что от создания Адама пройдет 1656 лет. И люди настолько развратятся, что будут называться грязью. Откуда известно? И написано, растлилась земля. Растлилась, то есть разжижилась. Землей названа здесь не усадьба, а человек растлился. И говорит Иоанн Златоустый. Я на него много ссылаюсь, потому что я насчитывал все тамы. Вот так говорю. Значит, для этого надо было далеко уйти от Бога дальше, чем Адам. Надо было преследовать вместо Бога. Другое божество, которое избрать. Человек пошел не так. Но у Бога это было разнаряжено. Вот. Ну, нехорошее слово я скажу, но разнаряжено это было. Бог знал, говорит, видели зароды шочи мои. И он знал последнее мое дыхание, 138-й псалом. Об этом говорит. Так вот, во всемирной истории у Бога все было вымерено. Нигде нет ничего, которое не было бы ему известно. И что родится Гитлер и Ленин, и будут расстреливать. И сейчас вот этих коптов порезали всех. На них смотреть радостно, как они стоят на коленях. Они прямо на небо восходят. Понимаете, это торжественный акт. Не надо тут плакать, кричать. Молодые, здоровые ребята. А житья-то все этими наполнено. Но тогда жгли не по одному, а по 20 тысяч, как он фильм не комедийский. Это по новому стилю. 16 сентября как раз в честь всего у нас назван храм. В Потеряевке. Вот как. А сегодня, так как и необычно, 21 человека, они зарезали. Не зарезали. Они их отправили на небо. Да коли, Господи, это не отомсишь за кровь нашу. Эти люди бесстрашные и прочее. Вот я теперь смотрю дальше. А почему они такие? Внимание. Я показываю виновных, кто это сделал. Кто их послал сюда. Это сделали православные монахи. Они не проповедовали. Мухаммад, Магомед умрет в 632 году. И за шесть столетий ни одного проповедника не послали к ним. Это очень хорошо, объясняет Андрей Кураев. Когда еще он был, не в опале. Ни одного Кирилла Мефодия не нашлось. А это все были эти люди религиозно-талантливые, как он говорит. Они могли быть православными. И все было бы по-другому. И вот, ну ты это говоришь, но я все понимаю, к чему ты говоришь. Что к Великому посту надо подтягивать. У нас как обычно, вот мы, если пойдем в собор, в соборе епископ служит. Там священники, человек 30 с разных храмов. Видимо, днем они там совершат свое прощание с народом-то, попросят прощения. А потом здесь проходит богослужение, выходит архиерея, становится на колени и просит прощения у народа. Простите Христа ради кого чем обидел, встает. За ним все священники, простите. Эта структура, вот это все уже занаряжено. И она вся ложная. Ложная. Вот когда рукополагают кого-то, ну ты хорошо знаешь. Да, да. Рукополагают, то кричат аксиос. То есть достоин, достоин, достоин. Но почему дальше-то людям не сказали, что если в это время кто-то скажет, а аксиос закричит, то они должны остановить рукоположение. Вот вы смотрели, если фильм, Джейн Эйр, когда там венчание идет, и священник спрашивает, нет ли каких препятствий к бракосочетанию. И в это время от двери послышался голос «Есть!» И он представил справку, что он женат и у него живая жена. И венчание прекратилось. Так вот здесь точно так же должно прекратиться рукоположение. Где сегодня это совершается? А в этом-то сегодня как раз и не просят. Он что, неопытный, как Адам, архиерей? Патриарх выйдет к народу просить прощения. Это все лицемерство. И Папа Римский просит прощения. Повторяю, а они не Адам. Они закончили Академию, они общаются с президентами. У них огромный опыт общения и выше, и ниже. Самих. И они знают, нам не безызвестны умыслы сатаны, что он этим хочет. И они подробно писали на этой диссертации. Возьми этот, вот сейчас, взгляд, Иларион Алфеев, митрополит, как первая рука патриарха Кирилла. Он разве не знает про это? Такие умники. А делают все наоборот, против голоса Божия. И Адам услышал голос Господа Бога ходящего. Они ни разу голос этого Господа Бога не слышали. Они даже не знают, что Христос в 30 лет был рукоположен. То есть вышел на проповедь. Не слышали, что в 30-летнем возрасте вышел Сын Божий. Они никогда не слышали, что на земле Дух Божий остался, не покинет церковь до кончины мира. Не слышали про это? И что Бог дал Духа Святого Церкви, они тоже не слышали. Они не знают про святых отцов, про соборы не слышали. Отец. И вот это покаяние, лицемерие сравнивать с Адамом не приходится. А там-то здесь ребенок, как мой голубенок. Он день прожил всего лишь. И учитывая то, что Адам сотворен только был, а жить 950 лет, да он меньше моего голубенка был. Он абсолютно ничего не знал, только голос Бога написано, услышали. Они его не спутали. Но совесть в них была. А у этих-то сегодняшних-то, которые называются именаместниками Христа, у них совести-то нисколько нету. Они загубили миллионы людей. Они виновны перед стоящим народом, который темно ничего не знает. И они кланяются не даже с колен вставать. Они даже сказать, в чем просят прощения. Это лицемерство одно. И с года в год ничего не меняется. Ты поставь этот вопрос. Я не встану с колен, пока вы не скажете, в чем я виновен. И ты увидишь, что твоя паста безмолвная. Они тебе не скажут, что я тебе говорю. Нужно прокрещать анаксиос. Ты не достоин быть рукоположенный был. И по какой причине? А каноны нарушены. А откуда известно? Внимание. Шестой Селенский Собор. 14-15 правила. Кавычки открываю. Правила. Святых и Богоносных Отец наших дособлюдается и всем. Дабы во пресс-фитера прежде 30 лет не рукополагать. Если бы человек весьма достоин был, но отлагать и до уреченных лет. Весьма достоин. Да где-то их сегодня весьма достойных-то. На ком они женились? Если жена уже не девушка у него после крещения, нельзя его ставить. Если она девушка, но артистка, нельзя ставить. Она называется позоричная. Если он после крещения познал женщину, не жену, нельзя ставить. Да если он запутан другими грехами, да еще его милиция разыскивает, нельзя ставить. А его сейчас рукополагают, рукоположили. А мне вчера говорят, ну все, рукоположили-то. И вдруг милиция приходит, его по всей стране ищет и сразу арестовали уже рукоположенного. Так на ком это вина-то? Не на архиереи? Или кого он рукополагал-то? О ком патриарх Алексей Второй говорил? Каких бандитов-то принимали в церкви? И теперь, когда даются правила церковные, каноны, они не объясняются. Они даже выполняются. Музыка заказана, плясать нам приходится. Не надо ждать. Почему великий пост? Он есть. Я обязан его исполнять. Но вот это правило, оно дает пояснение. Это редкое правило. Почему? Слушай внимательно. Ибо Господь Иисус Христос в 30-е лет окрестился. То есть 30 лет. И начал учить. А сегодня в 17 лет уже протеерея вставят. Подобно идиакон прежде 25 лет, идиакониса прежде 40 лет. Да не поставляется. Об этом же говорит неокисарийский собор, 11 правило. Карфагенский 22-е, 15-е. Говорит так. И под идиакон до поставляется не прежде 20 лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет. Двоеточие. 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 По военным структурам силовым У патриарха Кирилла И он говорит, 20 лет крестил и никого нет Кого я крестил? Кем будут эти маленькие детки? Кем будут мальчики? Кем девочки? Надо называть своими именами? Тюрьмы забиты ими Весь мир снабжают своими Девчатами Всю красоту сплавили за рубеж Почему? А это прихожане, все крещеные И в первую очередь это падает на православие Оплодотворяет и не извергает Это считается положительно Здесь извергает Корова их защинает и не выкидывает Здесь оплодотворение Если бы было, не было бы этого Книга из Икииля 11 глава 18 стих И придут туда То есть в свой город Иерусалим И извернут из нее Все гнусности ее и все мерзости ее Извергнут И дам им сердце единое И дух новый Вложу в них И возьму из плоти их сердце каменное И дам им сердце плотяное Чтобы они ходили По заповедям моим И соблюдали уставы мои Не старцев Которые будут искать Старчество придумали И выполняли их И будут моим народом А я буду их богом А еще сердце увлечется Вслед гнусности их И мерзости их Поведение их тех Обращу на их голову Говорит Господь Бог Вот что делает Господь С теми Которые мерзостями Заполнили все Написано Они будут извергнуты Представьте что это правило Которое никто не отменял Эти люди лезут выше Христа Христос не вышел раньше 30 лет Не вышел Что патриарх не знает Патриарх ук положен уже в епископы Раньше времени Все до единого почти архиереи Почти до единого Раньше 30 лет Священники 90 с лишним процентов Давайте это правило включим Храмы опустеют До них не нужны Такие храмы Где одна мерзость А об этом прощение Просить никто не думает Ты Тут есть на музыку Играли И соревновались одни И пришел тот кто Ну изобрел там много Своих джаз и прочее Играли то Которого он хотел победить Он вроде бы хуже играл А потом он показал Как играет и победил его А он был все лишь кочегар Я не случайно это говорю Они меня презирают Что у вас нет никакого образования Я говорю нету И этим я могу похвалиться Меня никто не корежил Я провел жизнь у ног Христа Иона 2.11 Мы разбираем слово изверг Слово изверг никто не отменял Они должны быть извергнуты Они выше Христа залезли Христос только в 30 лет вышел Это правило дает очень сильную мотивацию И сказал Господь киту Ион изверг иону на сушу Изверг Сблевал Почему не может патриархией Сблевать всех незаконно рукоположных А потому что они сами такие Ворон ворону глаз не выклюет И сказал Господь киту И он послушался Адам не послушался Мы несем по руганию А кит послушался Пошел на мясокомбинат Матфея 15.17 Еще ли не понимаете Что все входящее в уста Проходит в щерево И извергается вон Извергается уже низом Там сверху Блевотина А это низом идет То что у человека идет Вот куда их извергать надо Это другого слова нет Иоанн 15.6 Кто не прибудет во мне Во Христе Извергнется вон Как ветвь и засохнет И такие ветви собирает И бросает в огонь И они сгорают А теперь священник говорит Может кого я соблазнил Братья и сестры Простите Во-первых Братья и сестры Нигде в Писании нет 111 раз говорится Братья и ни разу сестры Что нам это не доходит Как говорят в мире Не по мозгам Никогда не обращайся Братья и сестры Златоуст 12 томов Сохранил нам И ни разу не обратился Ни Василий Великий Ни Премсирин Нигде Ни один собор К ним не обращается Братья и сестры И причина одна Обращение к мужу Он ей передаст К Еве Бог не обращался А Адам ей передал И когда она хотела Прикоснуться Видимо он усилил даже Любопытство И сказал И не прикасайся Хотя этих слов Бог и Адаму не говорил Матфея 18.6 А кто соблазнит Одного из малых Всех Верующих В меня Тому лучше было бы Если бы повесили ему Мельничный жорном на шею И потопили его Во глубине морской Я сегодня говорю Только о священниках Священник правильно кается Правильно паства Каков поп Таков приход Почему в народе Нет никакого исправления Да попы не исправляются Они попрали писание Они попрали каноны Церковные соборы И сегодня день покаяния А это надо каждый день делать Из Икииля 39.7 Ты же сын человеческий Так говорит Господь Бог Скажи всякого рода птицам И всем зверям полевым Собирайтесь и идите Со всех сторон Сходитесь к жертве моей Которую я заколю для вас К великой жертве на горах Израилю И будете есть мясо И пить кровь 18 стих Мясо мужей сильных будете есть И будете пить кровь Князей земли Баранов, ягнят, козлов, тельцов Всех откормленных на вассане И будете есть жир до сытости И пить кровь до опьянения От жертвы моей Которой я заколю для вас Это Бог говорит Для птиц, для сведей Он заколяет И кого? Вначале говорит Едва-едва Праведник спасается И суду начается Дома Божия В церкви Это речь идет о священниках Из священнических тел Пузатых всех этих Бог приведет На мясокомбинат Я это вижу Они этого не видят Патриарх будет раздет И расклеван Они не хотят понять этого Это Бог сказал Бог Я говорю то, что Бог сказал Это самые сильные Президенты Все будут уничтожены И Израиль освободится от сквер Я добавлю Ну конечно это К Израилю все А то подумать, что На сегодняшних людей нет У нас тут ни одного такого нет Они ангелами называются Ангельские щены Архангельские принимают Схимонахи Эту главу нужно до конца считать Бытие 3.9 И возвал Господь Бог К Адаму И сказал ему Где ты? Он сказал Голос твой Я услышал в раю И убоялся Потому что я Наг И скрылся Он Наг И скрылся Это даже ребенком Нельзя назвать Даже в детсадике Нахулиганит И он стоит рядом Ладошками лицо закроет Премудрец Соломона 2.24 Он не знал дьявола Мы не знаем Разговаривали ли остальные Звери или птицы Почему не удивилась Ева Почему она не сказала А как ты можешь разговаривать Очевидно Можем даже предположить Что и птицы понимали И человек понимал их язык Это я предположительно говорю Но завистью дьявола Вошла в мир смерть Испытывает ее Принадлежащее К уделу его И не ее А его К дьявольскому уделу Мы дьявольский удел И выйти из него Может только Через Сына Божия Иисуса Христа В чем заключается Все христианство Я вот смотрю Что такое христианство Отвечает Осипов Я внимательно его слушаю Вот у меня Внутренний голос говорит Он неверующий Он привык говорить Он профессор Знает он плакать не будет В руках у него лес Так и дома Вряд ли найдешь Он бритый При галстуке Он масон может быть С самого начала И он стоит Отвечает Сидит за столом И все Слышите Многократно Слышите Зажмурится Скажет Он как Как шутка Как эквилибрист С бубенчиками на сцене И получает награды От него никто Не может покаяться Это даже нельзя Вообразить Это не Ярин Николаевич Пейси Ты посмотри Какие проповедники Есть у баптистов У других Когда они говорят Воздух Горячий делается А он говорит Совершенно Холодным языком Он говорит А я стою на молитве Слушаю и молюсь И голос внутренний говорит Он не верит этому Он не верит Он только знает Откуда взять Откуда взять Что сказать И люди сидят Перед ним полный зал И женщин в платках Почти нету У меня я вел занятия В университетах мирских А тут видно Зал-то не мирской И у меня ни одного Не было безголовного убора Ни одного Все предупреждены Не курить Хотя бы в этот день Люди совершенно чужие Там из ФСБ С краевой администрации Откуда только нет Люди были И они все внимательно слушали Так я-то никто Не профессор Он нигде не затронет Ни разу патриарха Он не скажет То что я говорю Он знает Что кого он учит Портит Портит Насилует их совесть Людей этих Его как насильника Надо сегодня судить Почему он и не говорит Что вы сейчас будете Рукоположены И будете извержены Духом Божьим А если не извергнуты Это ничего не значит Если он волк Но его еще не обнаружили Он волк Все равно волк Он извержен Богом Кому идти-то А что сегодня соблюдают У старобрядцев соблюдают Где есть священство Ни одного не ставят И они это знают Что если он не сохранил себя Спознался с женщиной Его не ставят Я говорю А почему не поставили Да он не сохранил себя Тут вообще вопрос не ставится Я говорю До крещения Если было Что это все С крещением смывается Третья ездра 3.21 Сердцем лукавым Первый Адам Приступил заповедь Сердце значит Было уже лукавое И побежден был Так и все От него все Происшедшее Все И 26 стих Третья глава Третья ездра Во всем поступает Так как поступил Адам И все его потомки Ибо и у них Было сердце лукавое Но я это знаю Что это лукавое сердце И каждый день Об этом плачу Почему патриарх Об этом не просит Прощения Излукавились Я повторяю Только на вселенских Семи соборах Было Две тысячи Епископов Две тысячи Я так и не мог Подсчитать Сколько на Соборах поместных Ну там девять Значит не меньше было А тут один говорит И все Регламентирует Применение правил И архивии Тут спросили Епископа Скажите А кого слушать Вот собор говорит Или вы Он говорит Конечно меня слушать надо Прямо открыто Ну что спрашивать то Какое это покаяние При чем тут Адам то Ну да сердце лукавое И дальше Ездра 3 7.48 Когда все это узнал Ездра пророк Вас О что ты сделал Адам Когда ты согрешил То совершилось падение Не тебя Только одного Но и нас Которые от тебя Происходим За Адама Надо плакать Но и понимать Кто в каждом Сидит Адам И Еве Не давать места Мужчина должен Каяться на исповеди Что давал Женщине власть Тем более Если священник И жена у него Командует по своему Выйти однажды Разодрать Говорит одежды свои Это лукавое сердце Вот почему Все так получается Ни детей воспитать Правильно не могут Ни правильных Зитьев Ни правильных Мужей избрать Слово Отца Закона Абсолютный Иоанн 14.2 Евангелие В доме Отца Моего обителей Много А если бы не так Я сказал бы вам Я иду приготовить Место вам Вот для чего Нужен пост Чтобы нам Смириться И победить Сатану И считается Сколько ангелов Пало Так Некоторые отцы Дают намек на это Обители остались Целые И вот их надо Все заполнить Святыми Псалом 144.14 Господь Поддержит Всех падающих И восставляет Всех неизверженных Всех кроме Сатаны Он оттуда Низвергнут Исайя 14.15 Но ты Низвержен В ад В глубины Преисподней И все Кто его Слушают Будут Сатаной Идите В погибель Вечную Господь Скажет Не накормили Не напоили Откровение 12.9 И Низвержен Был Великий Дракон Древний Змей Называемый Дьяволом Сатаною Обольщающий Всю Вселенную Низвержен На земле Ангелы Его Низвержены С ним Наша Задача Их Победить А они Написаны Завистью Дьявола Пал Человек Они Завидуют Что Его Место Бог Сотворил Назначил Определенную Историю И это Совершенство Совершенство Было На небе Ты Совершенен Был В путях Твоих Это Говорится О Херувиме Это Мы Считаем В языке Иля 28 И на Его Место Человек Почему Он Завидует Но Когда Знает Кого Другого Избирает Старается Уничтожить Его Потому Что Другой Претендент Есть Это Всегда Так Делается Это Делает И Сатана Для Чего Он Делает Откровение 12.12 Итак Веселитесь Небеса И Обитающие На Них Горе Живущим На Земле И На Море Потому Что К Вам Сошел Дьявол В Сильной Ярости Знаю Что Немного Ему Остается Времени Вот Я Говорю Об Адаме И Говорю О Дьяволе И Как Он Низверженный Как Восстать Притча 8.26 Когда Еще Он Отец Небесный Не Сотворил Ни Земли Ни Полей Ни Начальных Пылинок Вселенной Премудрость Божия Уже Была И Она Осеняла Человека Но Увидели Что Древо Вожделенно Дает Знания Адам Не Имеет Никакого Извинения Но Мы Должны Все Понимать Что Он Был Неопытен А Сегодня Это Все Знают Откровение 12.11 У Бога Не Так Делается Мы Говорим До Жертвы Христа Пока Христос Не Умер Жертвой Христа Не Мог Никто Спасаться Она Была Недейственна Потому Что Ее Не Было Откровение Говорит Не Так Они Победили Его Кровью Агнца Ангелы Сатану И Словом Свидетельства Своего И Не Возлюбили Души Своей Даже До Смерти Сейчас Придумали Это Центр Это Сердцевина Всего Это Литургия И Везде Только Чаще Причащайся Чаще И И И И Литургия Это Все Нигде В Писании Даже Намека На Это Нет А Что Сердцевина Все Сердцевина Христос Идущий На Благовестие Христос Который Посылает Идите По Всему Миру Вот Сердцевина Всего А Они Не Обратились И Теперь Режут Этих Коптов Копты Это Верующие Мы Молимся За Упокой Души Это Историческая Церковь Почему Не было Проповеди А Литургия Не может Обратить Ни одного Мусульманина Даже Это Сегодня Продолжает Говорить Не по Слову Божию И Везде Литургия 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 А Христос Одну Литургию Совершил Только Одну А Проповедь Была Три года Подряд Каждый день Ежедневно Собирал Людей Вы что Не слышали Про это Какая Литургия Это Потом Придумали Слово Общее Дело Литургия Строительство Корабля Один раз Совершил Да Совершил То не так Во первых В одной Чаше Не было Вместе Тело И кровь А во вторых После Барашка Когда Скушали Вина Напились А сегодня Натощак Натощак Я Ничего Не меняю Но не надо Обманывать Нам Сектанты Задают Вопрос И мы должны ответить И ответить Как написано По писанию Мы делаем Не по Евангелию И это Надо Сказать При Покаянии Прощенное Воскресение Хотя бы Амос 3.8 3.6 Трубить ли В городе Труба И народ Не испугался Бывает ли В городе Бедствие Которое Не Господь Попустил Бы Вот это Поэтому Нас касается Сегодня Если трубит Труба И везде Известно Что будет Сейчас На юге Переходит Иран Ирак И дальше Пожирается Все это Под брюще России Начиная Через Грузию И пойдут Оттуда Все Все этот Юг Которые режут Они никого Не боятся Россия Разваливается По частям Кто не Испугался Я молюсь Каждый день Господи Боже Приготовь Россию Народ К великим И страшным Невиданным Испытаниям Которые грядут На эту страну Что у нас Майдана нету Пылает Украина Но все Перекинется Сюда Оно не может По другому быть В этом Надо каяться Что народ Ослеплен Россия Война Мы все Дожди Видите Это Сегодняшним Событием С коптами Это ждет Нас Они режут Христиан Они режут Шиитов А они Суниты Им разницы Нет И главное Христиан Европу Они вообще За христиан Не признают Нас Они признают За христиан Это определенно Они нас Везде В интернете Признают Сегодня Мы трубим Воевать нельзя Оружие брать Нельзя Клятву И они Это знают Мы им Не враги Они говорят А вы Христиане Бомбите Нас Ну это Сирия И прочее Это Чей самолет Это И они Поэтому Смотрят И поступают Я сохрани Это сгодится Я тебе сейчас Прочитаю Беседы Иоанна Златоустого На послание К евреям Это Семнадцатая Беседа Значит Четвертая Часть Кавычки Открываются Часто Или не Часто Надо Прищищаться Многие Прищищаются Этой Жертвой Однажды Во весь Год Другие Дважды А иные Несколько Раз Слова Наши Относятся Ко всем Не только К присутствующим Здесь Но и К находящимся В пустыне Потому что Те Тоже Прищищаются Однажды В год А нередко И раз В два Года Что же Кого Нам одобрить Тех Ли Которые Прищищаются Однажды В год Или Тех Которые Часто Или Тех Которые Редко Ни Тех Ни Других Ни Третьих Но Прищищающихся Чистой Чистым Сердцем С Безукоризненной Жизнью Такие Пусть Всегда Приступают А не Такие Не должны Прищищаться И один Раз В году Вот На что Надо Затей Чаще Чаще А я Имею Священие Ко мне Говорят Которых Знаем Чаще Прищищаются Почти Все Бесноватые Они Уходят В мир Я Прищищаются Ничего Не Меняется Достойно Поэтому Многие Больные Немало Умирает Существуют Каноны Которые Отлучают На определенный Срок За грех И люди Годами Стоят За дверьми Но Нет Такого Правила Которое Отлучало От Причастия За то Что Не Причищаются Нет Такого Матфея 17 21 Сей Жарот То есть Дьявола Изгоняется Только Молитвой Постом Вот Почему Назначен Пост А давай О посте Поговорим Если Кто Епископ Это Апостольское Правило 69 Апостольское Ты его Запомни Прочитай Своим И ты Увидишь Как Задымится Это все Если Кто Епископ Или Пресвитер Вот Тебя Это Касается Или Диакон Или Иподиакон Или Чтец Или Певец Не Пастится В святую Четыре Десятницу 40 дней Перед Пасхой Или В среду Или В пятницу Кроме Препятствия От немощи Телесной Эти слова Я отдельно Поясню Это не означает Что мясо Можно есть Да Будет Извержен Извержен Если Мирянин Да Будет Отлучен Откуда Извержен Из сана А Извержен Он может Тоже День Причаститься Но Уже К сану Никогда Не Возвратиться Кто Отменил Это правило Что Экономия Да Те люди Которые Составляли Они Жили Меньше Нашего Это Составляли Не Муху Саил Об этом Написано Шестой Вселенский Собор Двадцать Девятое Правило Пятьдесят Пятьдесят Шестое И Восемьдесят Девятое Гаммский Собор Восемнадцать И девятнадцат Правила Ладикийский Сорок девятого По пятьдесят Второй Дионисия Александрийского Первое Правило Петра Александрийского Пятнадцатая Тимофея Александрийского Восьмое Десятое И там Поясняется Больным Старым И очень Малым Детям Разрешается Нарушение Поста То есть Послабление Его в виде Подчеркиваю В виде Разрешение Вкушать Только Елей Растительное Масло А взрослым Вино Это Тимофея Девятое По десятое Правило Все Забыли И главное Семинаристам Разрешает Великий Пост Рыбу Есть Такой Трудный У них Пост Вот Я тебе Хочу Попутно Рассказать Как проповать Как и составить Надо Да Матфея 5.23 Итак Если ты Принесешь Дар твой К жертвеннику Ну по нашему Жертвеннику Это крест Распятие И там Вспомнишь Что брат твой Имеет что-нибудь Против тебя Оставь там Дар твой Перед жертвенником И пойди Пойди То есть Его с тобой Рядом нету Прежде Примирись с братом Твою Тогда приди И принеси Дар твой Иначе Бог Не примет Священники Не имеют права Сегодня приносить Жертву Совершать Литургию Пока не спросят Прощения у народа И не уйдут А они нарушают 413 правил Ежедневно 413 Из 719 Я не зря Учился Уселенских соборов Лука 17.1 Сказал Так же Иисус Ученикам Невозможно Не прийти Соблазном Но горе Тому Через Кого Они Приходят Главное Соблазнитель Это священники Они не Исполняют Ничего И просят Прощения По уставу Вот представьте Он просит Прощения В это время Встал бы Здесь Пророк Исаия И сказал Разве Такого Поста Бог ищет Я сейчас Прочитаю Священник бы опешил И сказал бы Народ Дайте Священнику Покаяться Перед народом Молчание Всем Нам Священник Это просить Не приходится Ни в чем Я перед ним Не виновен Но он Виновен Перед паслой Я должен Просить Кому печку Неправильно Сделал И дымит у него Я Печник Я за Печу прошу А я Проповедую Потому что Внутренний дух Меня побуждает Я не мог Молчать Внутри Мне огонь Был разлит А он Молчит 800 лет В России Христианцы Не дали Библию 1876 году Только перевели Горе Третья сия Говорит Наблюдайте За собою Если же Согрешит Против тебя Брат твой Выговори ему Кто когда Выговорил Это надо Выговорить Здесь В храме Сейчас Когда придут Скажи Выговаривайте И если Покаяться Прости Ему Жена Должна Молчать Может Жестами Показать Если Семь раз В день Согрешит Против тебя И семь раз В день Обратится И скажет Каюсь Прости Ему И сказали Апостолы Господу Господу Умножь В нас Веру То есть Вот это Веру Умножить Надо Веры То нет Даже в это Что Жертва Не приемлется А почему Они не извержены Священники Которые Крестят Неправильно Должны Быть Извержены Извержены Сблеваны Какие-то Изверки Ону Притча 20 глава 23 стих Мерзость Пред Господом Неодинаковые Гири И неверные Весы Недобро Это Двойной Стандарт В первую Я сегодня Обращаюсь К священникам Не одинаково Они смотрят Смотрят Веретики Что поступает А сами Виновны Во всем Что только Мыслимо Немыслимо Священникам Ничего не надо Говорить Сегодня Надо только Плакать Учиться Плакать И свидетельствовать Вот эти люди Которые Погибают Монахи Выйдите Принесите Покаяние Эти которые Режут коптов Они были бы Христиане А вам Литургия Литургия Притча 29-27 Мерзость Для праведников Человек Неправедный И мерзость Для несчастивого Идущей Прямым путем И вот теперь Реши Кто для кого Мерзость Мне Отовсюду Идут сообщения В разных Епархиях Мной Занимаются Мной Моими книгами Готовят Мне процесс В одном месте Уже три года Готовят В одной Епархии Кемеровской Но с места Не сбегаются Я предстану На суд Только тогда Когда они Согласятся Во свете Библии Разбирать А во свете Библии Они говорят Не самоубийцы Чтобы выйти Они это Прекрасно Понимают Священники Должны выйти Перед народом И прочитать Исаик 58 Глава 1 стих Я прочитаю Немного До 7 стиха Взывай Громко Не удерживайся Возвысь Голос твой Подобно Трубе И укажи Народу моему На беззаконие Его И дому Яковлю На грехи Его Они каждый день Ищут Меня И хотят Знать Пути Мои Как бы народ Поступающий Праведно И не оставляющий Законов Бога Своего Они Вопрошают Меня О судах Правды Едут Монастыри Значит Желают Приближения К Богу Спрашивают Кавычки Почему мы Постимся А ты Не видишь Смиряем Души Свои А ты Бог Не знаешь Значит Это не сегодня Было Конечно Я повторяю Это израильтяне У нас Наверное Таких Нету Вот В день Поста Вашего Вы Исполняете Волю Вашу И требуете Тяжких Трудов От других Прекратить Все крестные Ходы Я повторяю Что нужно Сделать Прекратить А чтобы У кого есть Средства Эти церкви Отдали Нуждающимся На издании Евангелии И захоронить Все мощи С великими Почнестями Всюду И везде Изъять мощи Вот Вы Поститесь Для ссор И распри Для того Чтобы дерзкой Рукой Бить других Вы не Поститесь В это время Так Чтобы голос Вас Был услышан На высоте Вот Как Надо Поститься Чтобы Наш Голос Был Услышан На высоте Таков Липост Который Я Избрал Это Бог Говорит День В который Томит Человек Душу Свою Когда Гнет Голову Свою Как Тростник И Подстилает Под себя Рубище И Пепел Это Ли Назовешь Постом И Днем Угодным Господу Бог Нас Спрашивает Ты Сам То Так же Понимаешь Вот Пост Который Я Избрал Двоеточие Разреши Окова Неправды Перестаньте Нарушать Каноны 413 Правил Перестаньте Допускать До А не Говорить Если Наложить За Обор 10 лет Аня Уйдет Златоуз Говорит Хотя Мы Все Ушли Я Правда Не Уступи Никому Это Убийство Правило Василия Великое Второе Разреши Оковы Неправды Перестаньте Отправлять Своих Сынов На Бойню Вот Вышел Лонгин Это Ты Знаешь Где Фильм Форпост На Украине На Западе И Он Вышел И Послание Послал Не Отдавайте Своих Сыновей В армию Не Отдавайте Они При Вас Останутся Вот Как Надо Свидетельствовать Встать Всем Сказать Не Отдавайте Они Завоюют Да Кого Защищать Одна Проституция Воровство И Коррупция Всю Страну Захватили Перегнали В Израиль Кого Защищать И Зачем Когда Уже Приготовлен Господь Говорит Жертва Птицам И Зверям Разреши Оуза Неправды Не Давать В руки Евангелия Это Неправда Нарушать Каноны Неправда Не Подражать Святым Неправда Нарушать Пост Неправда Разрешите Эти Узы Развяжи Узы Ермах И Угнетенных Отпусти На свободу Угнетенных Их надо Найти Разъяснить Что такое Угнетенные Может быть Это Домашнее Может быть Начальник Стоит Вот как Этот Левиафан Сейчас В фильм Показывает Человека Загнали Она Вместо Храма Разрушили Дом Разделись Голодным Хлеб Твой Это Матфея 25 Глава Из Китающихся Бедных Веди В дом Когда Уйдешь Нагово Одень Его И от Единокровного Твоего Не Укрывайся Не Укрывайся Выйдите Не вставайте С колен Ты Сейчас Обдумай Хорошо Что Я скажу Народу А Ты можешь Мне Задать А ты Вот так Говорил Ну а Был ли Результат Был Я Тебя Назову Где Сегодня Город Называется Бишкек Город Фрунзи Там Отец Владимир Цветков Он Сейчас Прутоирей Так и был И Грошев Отец Леонид Он Где-то В Дивеево Служит Игумен И Они Оба Были На занятиях Которые Мы Проводили И они Вышли К Народу И Покаялись И Сказали Никого Причищать Не будем Во время Великого Поста А только На Исповедь Я Не Достоин Называться Христианином В число Оглашенных Еще Меня Примут Или Нет Я Знаниями Своими Только Козырял Друг Перед Другом Это Он Перед Народом Говорит И Стали Исповедовать Чтобы Кто Лещит Бабки Шепчет Околометра Тетради Папка Две папки Таких Наносили И Тогда Во дворе Сожгли И На Последние Недели Только Стали Исповедовать И Причищать Чтобы Женщина В алтарь Не Заходила Ладыкийское 44 Правило Я Дома Это Освен Да Да Вот Это Угловод Нужно Просчитать Если Будешь Там 58 Тут Много Я не Стал Третья Книга Царств 21.9 Я Хочу Показать Как Пост Люди Делают В Письмах Язавель Написала Так А Объявите Пост И Посадите На Уфея На Первое Место В Народе Ну и Дальше Что Было Знаешь Они Вышли Попастились И Убили Его И Оно 3.5 И Поверили Ни Ни Витя Они Богу И Объявили Пост И Оделись Во Вредище От Большого Из Них До Малого И Стих 10 И Увидел Бог Дела Их Что Они Обратились От Злого Пути Своего И Пожалел Бог О Бедствие Которым Сказал Что Наведет На Них И Не Навел Такой Пост Строгий Скотина Не Ела Младенцы Крещали И Бог Не Говорит Что Увидел Пост А Увидел Дела Что Обратились От Злого Пути Вот Что Самое Главное Кого Обидел Отдай Вщетверо У тебя Богатый Олигарх Ходит Кого Обидел Вщетверо Половину Именно Раздай Тогда Будем Разговаривать А Они Принимают Их Имена Написаны На храме Христа Спасителя Главное Грабители Олигархи Одного Бог Нашел Все Таки В Лондоне А Солеты Здесь Шикуют Яхты Строят Виллы Почему Народу Не сказали Что Разграбляют Это Мы Такими Сделали Бесчувственными Иеремия 48 10 Проклят Кто Дело Господне Делает Небрежно И Проклят Кто Удерживает Меч Его От крови Хотим Проклятия Значит Будем Делать Так же Небрежно Мочите Лбы Иеремия 18 18 А Они Сказали Придите Составим Замысел Против Иеремии Ибо Не Исчез Закон У священников А там Мне говорят А кто Такой Не Исчез И совет У мудрого И слово У пророка Придите Сразим Его языком И не будем Внимать Словам Его То есть На той стороне Против Меня Священники Совет Мудрых Слова Пророков Они Постятся Чтобы Обвинить Одного Пророка Иеремию И там Закон Священники Придумали Священники Не были На стороне Иеремии Деяния 23 21 Но ты Не слушай Их Ибо Его Подстерегает Более 40 Человек Из них Которые Заклялись Не есть И не пить Вот Постники Какие Доколе Не убьют Его И они Теперь готовы Ожидая Твое Распоряжение Постятся Для чего Чтобы Убить Руки Полны Крови Постятся Ты им Скажи Пост Не поможет Вам Потому что Кто не отдает Зарплату Написано Такой человек Из Кровопивис Кровопивис Не отдающий Плату Наемнику И Павел Римлянам 14 21 Говорит Лучше Не есть Мясо Не пить Вина И не делать Ничего Такого Чего Брат Твой Притыкается Или соблазняется Или изнемогает Хотя Можно Если у нас Есть правило Мы свободны 1 Коринфянам 9.4 Или мы Не имеем Власти Если пить Да имеем 1 Коринфянам 13.32 15.32 По рассуждению Человеческому Когда я боролся Со зверями И висеть Какая мне польза Если мертвые Не воскресают Станем Если пить Ибо завтра умрем И кто не постятся Это люди не верующие А завтра мы умрем Но они будут Жертву птицам И зверям Я это показал Ты наведи страх На своих прихожан Потому что мы На земле находимся В прошлый раз Мы говорили о страхе Господнем Если нет страха Начни сначала Игнатий Бричининов Говорит Это обман Пимен Великий Венел себя в аду Я сейчас снова Коснусь больной темы Когда я стал говорить О крещении То говорят Ну это каноны Когда были Почему наши Архиереи Ныне говорят Говорят Я обращаюсь К митрополиту Илариона Алфееву Ныне живущему И он говорит Двоеточие Наконец Что касается Крещения В три погружения Оно не просто Рекомендуется Оно Это крещение Вот это Оно Введено В нашей церкви Как норма Конечно На практике Еще бывает Отступление От нормы Но тут он Слукавил Бывает Отступление От беззакония Иногда крестят Правильно Но во всех Соборных Документах Мы говорим Что крещение Должно Совершаться Именно Через погружение А не через Закропление Или обливание Беседа С Дугиной 1 апреля 13 года Это говорит Современный архиерей Московский Патриархат Дальше Доклад Митрополита Минского Слудского Филарета Патриаршего Экзарха Всей Беларуси Председателя Синодальной Богословской Комиссии На архиерейском Соборе 2000 года Кавычки В области Церковного Права Указывается На необходимость Выработать Общецерковное Положение В отношении Е Недопустимости Примирения То есть Он понимает Что Уже примирились Он говорит Это недопустимо Примиряться А как не примиряться Извергать Санна С распространенной Повсеместно Практикой Крещения Обливанием Даже детей Считаю Снова 50 правило Святых Апостолов Кавычки Открыты Аще Кто Епископ Или Пресвитер Совершит Не три Погружения Единого Тайного Действия Но Единопогружение Даемое В смерть Господню Да будет Извержен Это Не я Говорю Ибо Не рек Господь Смерть Мою Крестите Но Шедши Научите Все Языки Крестящие Во имя Отца И Сына И Святаго Духа По Замещании Пископа Никодима Милош Кавычки Открыты В этом Правиле Предписывается Совершать Крещение Посредством Троекратного Погружения Баптизма Крещаемого В воду Причем Духовное Лицо Не совершающее Таким образом Крещение Должно Быть Извержено Из своего Сана Тоже Не по мозгам Кавычки Закрыты Дальше Я считаю Из речей Патриарха Алексея Второго Ридигера Сейчас Крещат Там много Взрослых Им необходимо Создать Все условия Чтобы Эта таинство Совершалось В соответствии С апостольскими Правилами А апостольские Правила Текста 14-15 49-50 Через Полное Погружение Прошло Полтора Года С того Момента Как я Обращался К духовенству Но К сожалению Положение Не изменяется К лучшему Придется Видимо В дальнейшем Разрешать Крещение Взрослых Только В тех Церквах В которых Имеется Баптистерии Чтобы не вызвать Нарекания Среди верующих Которые считают Это строго Необходимым Также Многие 98% Священнослужители Словно И не слышали Нашего Предупреждения Прежде 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 Должна Быть Катехизация Что Она Должна Совершаться Благоговейно И Неспешно Но Поступающие Жалобы Свидетельствуют О том Что Крещение Совершается Небрежно Поспешно Сокращается Часто Причем Сакраментально Его счастье То есть Никакого Крещения Там нету Все чаще Стали Слышаться Нарекания По поводу Вымогательств То есть Назначение Цен На совершение Треп Такой Священник Позор Для храма Священник Требует Особой Платы Даже За Крещение Венчание Отпевание Это Уже Настоящая Симония И Таким Священникам Мы Вынуждены Будем Принимать Меры Канонического Порядка Больше Всего Поступает Жалоб Упрашение О приведении В каноническое Соответствие Совершение Православных Таинств Треп В первую Часть Это Крещение Совершаемое Порой Обливанием Одной Только Головы Крещаемого Вместо Полного Погружения В некоторых Храмах Сооружены Баптистерии Для крещения Детей Взрослых Но ряд Храмов С этим Не торопится Считаю Что Не следует Таких Храмах Крестить Взрослых А для Катехизации Направить И в тот Храм Где Есть Баптистерии Священнослужитель Во всем Должен Должен Примером Для Своей паству Я уверен Кто пришел В церковь Не ради Прибытка А ради Служения Богу Тот останется Многих же Мы потеряли Как уже Теряем и сейчас Официальная Хроника Кавычки Закрыты Московская Патриархия Номер 2 93 год Страница 18 Номер 1 3 94 год Официальная Хроника Московская Патриархия Страница 34 38 Изречено Московском И Парихальном Собрании Блаженно Фифилак На Колоссяна 2.11 Говорит так Итак Крещеный Спогребается Христу Троекратным Погружением Изображает Трехдневное Погребение Господа Умирая Как ветхий Греховный Человек И ты должен Понять Что Патриарх Который Умер Пошел Он говорил Здесь Не по Евангелию Он должен Согласно Канонов Не предупреждать А извергать Никто Его не Слышал 98% Священников Надо было Выгнать Выгнать Не бояться А кого Ставить Ну ставить Тех Кому больше 30 лет А они Мальчишками Закнули Все эти дыры Вот этот Пост Который Сейчас Будет Начинаться Он должен Быть Другим Если бы Наше Вот это Слово Услышали Алфеев На которого Я ссылаюсь Положительно Ну Нас ссылаюсь Положительно На кого Они признают Святых Отцов То должны Были бы Что-то Делать Но я знаю Они не будут делать Почему Они не рожденные Свыше Все Они не исполнены Благодатью Духа Святого А где Есть одно нарушение Святые Ставят под сомнение Все остальное Есть ли там Таинство или нет Вопрос Ставить нужно Кардинально А как Чтобы этого не было Извергнуть Извергнуть И все на этом Но они когда-то Могут Никогда Но прищищаться Могут Тоже День Я ответил На Ваш вопрос Ты можешь только призвать на помощь Чтобы вместе поскорбеть И поплакать И впредь Никогда этого не делать Мы говорили Прошлый раз Приведи в порядок Пасту свою Это возможно Это возможно Ты видел на занятиях у нас Как сидят в трех платочках Почему? Потому что мы призываем к молитве Я даже где бываю Библиотеки Книги дарю И тогда Женщины стараются Что-то надеть на голову Мы первый раз Последний раз Встретились И они тут же находят Тут же сразу Выходят Еще на улицу И мало того Еще просят Разрешите вас поцеловать Вот какие случаи И благословляют нас Как в Харькове было Как в других местах Не надо решать за народ Они не примут Они уйдут не так Дух Святой располагает У меня не раз было так Я вахожу из храма А люди падают На паперти А там паперти у нас Двумя переходами Высокое кольцо Падают за ноги И рыдают Прости нас Прости Мы против тебя говорили Это настоятель травил Да бросьте Как говорится Наплевать да забыть Ну говорили да и говорили Брань на вороту не висит Идите делайте Настоятельу поклон передайте Пусть делает как должно Нам это ничего не стоит Мы не должны на это обращать внимание Били меня не били Их убили Нет Они перешли В царство небесное Таким что Завидовать надо Если бы было можно Вот эти которые стоят Я их несколько раз просмотрел Там видео дается еще Видео Они кинжал вставляют Там видимо Между позвонками Вот как Когда бывает на кориде Бывает и быка бьют Они там в позвоночнике И они уже знают Куда нащупали Кинжали все время держат И как только дали сигнал Они все как снопы повалились Никто не знает А что они упали Они каждый только давнул И сразу перерезали им столб этот Они падают А потом уже голову отрезали И показывают море А что им тогда Как их переловить Этих бандитов Никак Не надо сравнивать их с фашистами А то начали Они фашисты Фашисты этого не делали Которые против фашистов Не воевали И вот такие приходили Фашисты этого не делали Я не за фашистов Но это неправда Неправда Против Были Которые Совершенно Не признавали Гитлера Это бибельфоршеры И яговисты Из них Большая часть Вышла Из лагеря Их в лагерь сажали Их вот так Не убивали Повторяю Не убивали И поэтому Это не фашисты Это мусульмане Самые настоящие Законные И когда меня спрашивают Ну а как же Жили мир Мир Это значит Не по их Корану Я был В доме Мулы И говорю Сейчас поставить Две кафедры Одни вот эти Которые салафиты Там убивают И которые живут У нас здесь Которые говорят Надо мирно жить С христианами С язычниками Со всеми Кто победит Дать им только Коран Конечно те Которые салафиты Салафиты А они победят Они поступают Согласно своей Священной книге Для них Корану Они поступают Не как-то А именно по Корану И не надо придумывать Что Коран этого нет Коран не есть Я его весь Коран проходил Не на один раз И они его доказывают У них свои учителя Так они всех перережут Ну и все Все будем на небе Не надо роптать Считайте Житие святых Христиан Четыреста пятьдесят тысяч Принесли в жертву Полмиллиона И христиане Просили только об одном Дать помолиться И я слышал Что им дали помолиться Помолиться Краткими словами А какие слова Господи Прости им Они не знают Что делают Я не знаю У меня внутри Радость Вчера я смотрел Вначале Посмотрел как И думаю Эх Какие они счастливые Они взошли на небо Об этом Данил Сысоев говорит Какая радость Быть мучеником Минуем и Тарстов Сразу в небо Это не какие-то Сектанты Это Настоящие Верующие Имеющие Рукоположение Пастыри у них Когда показывали Как город Из этих Из отходов Там В Египте Там был Сааман Священник у них Я все время думал Поют они Там 20 тысяч Много Почему у них не казнят Они в таком месте находятся И сейчас увидел Казнят А я знал Что этим Другим не может кончиться Они по зависти Они там сделали Они за свое отвечают Нам судить их не надо Мы можем только молиться О них Меня за это Будут упрекать Но я говорю Так как поступали Все святые отцы Все до одного Гури, Самон, Авив Варвара Великомущество Екатерина Все Молились Прости им Они не знают Что делать Подражая своему Учителю Великой жертве На Голгофе И ты когда будешь Говорить Скажи Мы должны попросить У народа прощения Что центром сделали Литургию Она не центр Она является Совершенно не центром Один раз Златоуз говорит В году И тебе достаточно А мы прещаемся Четыре раза Надо готовиться А не просто Арты развивать И потому Многие боли Немало умирает Надо исповедовать Как должно А исповедовать Надо Серьезно Серьезно Ни одного Бритого К причастию Не допускаю Мы православные Ты скажешь Не веришь Пойди по иконам Посмотри С кем ты разговариваешь Не уплывай вниз Что-то вниз Поплыла голова У тебя Подними кверху Что-то дернул Или еще пошел Маленько Поднимись Нет Что-то пошло Сильно Давнуло Прям поплыл Экран Вот так Стоп Вот так Ну в общем так Мы говорим о посте И когда разрешаете Вот у нас к батюшке К отцу Акиму Никто не приходит Больные Слепые Никто не приходит Что разрешите Там мясо Курочку Потом он говорит У меня права нет У тебя нет права Ты превышаешь Свои полномочия Если разрешал Проси прощения Ты имеешь право Только по твоему благословению Среди недели Кушать масло Елей Или вино И вино Только Только Написано кому Роженица Когда ослабела какая Там не о вене речь идет Элей Зело мал И за лоб престарелый Так что рыбу нельзя Можно рыбу Можно Какие сущие Сушеные И где в Соловецком монастыре У них нет хлеба А церковь любящая мать Им разрешается У них иначе ничего больше нету Туда езжай И хлеба там у тебя не будет И там тебе разрешено будет Будешь сгрыжать сушеную рыбу Вымощить ее неделю в ведре Не по зубам она тебе будет Надо серьезно относиться к спасению Вот так как эти Которые копта зарезали И они как стоят Какие они спокойные Посмотри еще раз Это праздник И этот день надо отметить Их канонизировать не надо Они святые Ты своим грузинам Знакомым Всем расскажи про них Скажи мы счастливые В какое время живем Если Бог допустит кого До нас еще он не допустил Мы не готовые У меня один послушал Я говорю А я понял Ты хочешь быть мучеником Я говорю А как ты догадался Лезть не надо Не надо лезть Говорится Ждать надо Ну уж если случилось Быть твердым Как они ходили Во все красное Это им одежду дали Так что Не видно что их пытают Они не изрезанные Легкая смерть Все равно что выстрел Выстрелы стреляли же Сколько 21 тысячи офицеров Польских застрелили Хатыни Что они Все не возмущаются Это свежее Потом забудется Так это За Христа Предупрежденно Их не дождь зарезали Они счастливцы Да 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 Значит Отец Вот сейчас я хочу Чтобы Вот Заключение Что ты Наставление дал Ну Мирянам И тем Значит Пост Ну Телесный Это вот Ты уже Обозначил И пост Духовный Значит Паститься глазами Там Руками Умом Пластиться Ногами Паститься Вот Пост Духовный Вот Здесь Добав Эту тему Пост Духовный Мы просто Перекидом Тело Питается Вот этим Вот этим Вот этим Это все Удаляется у него Все твои шоколадки Ушли Духовно Чем мы питаемся Ну говорят Так а вы тогда В телевизор У меня его и нету В интернете Интернет Другое дело Для меня это Кафедра Проповедь Проповедь У нас посещение Сейчас уже 670 тысяч Представь Я буду людей Лишать То что Мы говорим Это любому будет полезно Поэтому Никуда ходил Зря не ходи Больше сиди дома Больше молись Мне вот ходить некуда Совершенно То есть Ходить есть куда Я никогда не хожу И никогда не езжу Я могу только на опыт свой Ссылаться Вот сестра родная Зовет меня Она живет в Новосибирске Родная сестра Ну приехать Ну приехать брат Она моложе меня С 52 Какого она 52 года А я с 39 Ну Побыли бы вместе Народ соберется Да ладно Она говорит У меня сына в армию берут Это серьезное дело Ну это Проводите без меня Она тогда и говорит Второй сын Женится Ну жените без меня Она тогда уже Не знает Чем меня вымывать Я ходила в школу И рассказала директору Про брата своего Она сказала Приходит Мы будем класса по 3 В один класс загонять Он выступит Потом другой Через коридор перейдет И так всю школу В течение недели пройдет Я говорю Еду Я немедленно выехал И так и было Так мне есть что теперь рассказать Какие последствия Сколько учеников услышали Какие темы Это Бог делает это Вот особенно Она направила Заместитель Завуч называется В школе Заместитель директора И вот она прошла Со мной уже 5 классов Каждый класс 2-3 класса Они парта на парту Вот этажами сидят И говорят Ну вот я хожу с вами Говорит Ну сколько Вот вы уже выступаете В день 4 раза Вот 3 дня Это 12 И везде выступления делаете И вступления все до одного разное Это как может быть Вот сколько у вас вступлений Я говорю А сколько аудитории Столько вступлений А как это может быть Ну вот Вы заметите В прошлый раз мы зашли У вас какая была здесь Какой класс Она говорит Да это художественный Ну что у вас там Какие картины Ну там Картина Рембрандта Какая А теперь Картина Ге Свежая Я эти две картины Сразу только зашел Глянул Соединил Вместе И начал На целый Сейчас Да мне подключить надо Все Я ей говорю А какой предыдущие Я была директор Что все отделы На ум Книга священнослужителя Да еще Патриарх Походил И стал больше верить Еще я кое-что Детям передал А дети передали У феодосия старшего Аркадий Игонорий Ему дали Сам Великого сенатора Он в заседаниях Был везде Один единственный Нашелся Который Духовное И вещественное Знал Лучший воспитатель Детей царских А когда бежал И теперь У него В корыте Там мокнут Пальмовые листья Ему говорят Ну воду То все братья Меняют Не надо Хорошего Я уже благовония Там вкусил Во дворце Вот пост Он взял этот пост Была у тебя Обувь какая-то Да возьми Какой-нибудь Послабее На каблуках ходил А теперь Жалуется Коленки Пальцы Вот так вот Выжимаются Там большой палец Кайся ходила Кого соблазняла Ногами своими Все это здесь Призови к покаянию Чтобы они Сами себя исследовали Написано Исследуйте Самих себя Не батюшка Меня должен следовать Мы все Переручили батюшкам А они заняли Место Христа Это прямо Нужно народу сказать Я прошу вас Вы приходите на исповедь Но предварительно Сами себя исследуйте Руками где Давал волю Там бил Отменяется Отменить А теперь как Противоположный Тому Как златоуз Говорит Если пил вино Даже воды досыто Не пей И все остальное Так же Вот мы Им молимся Канон Андрея Критского На три ступени Первый Мы молимся Покаянный Как помилуй Мя Боже Второй Благодарственный Надо посмотреть В интернете Зайдите Зарядите И третье Словословие Тот же канон Те же слова Но за все прославлять Возносить надо его А первый канон Андрея Критского Это для оглашенных Потом для верующих А потом как Уже концовка Для ангельского Мне это понятно Это припев Вы добавляете Не припев Там другие слова Вставляем Об этом же самом Да Не припев То есть В этом поворачиваем Он говорит Вот Иона Проповедовал И я такой же грешник Каюсь Помилуй меня Боже помилуй меня Я второй пишу Иона им проповедовал Да и кто думал Что они спасутся Но ты пощадил И Господи Насколько ты щедр И меня ты помиловал Я тебе очень благодарен Благодарим тебя Христе Боже нас Третий вариант Словословие Это архангельское Иона Не надеялся Что спасутся Он еще не знал О твоих щедротах Господи Милости твоей удивляется И ангел Архангел И силы небесные Они воспевают тебе День и ночь Я как эти неневитяне Которые покаялись Позволь мне тебя прославить Слава тебе Боже наш Слава тебе Понял Ну да Сейчас вот коротко Пост Ну вот Детям Ну не интересный пост А духовный пост Там послушание родителей Учеба Ну пост Жен Послушание Там на своем Пост Отцов Ну и вообще Пост Вот наставление в посте Молодежи Понимаешь Пост Это не брать чего-то У Израиля Было там 4 поста По одному дню Поститься То есть Воздержаться А что я буду говорить Воздержаться Муж и жена Воздержаны Должны быть Нет Здесь не надо Духовный пост Я духовно и говорю Духовно Это в духовном плане Начинается Поддержаться Пища Это Чем ты питался Что читал Что смотрел Это духовно А какая твоя Духовная пища Вот тебе отложи все Больше займись Чтением Святой Библии Что для молодежи сказать Куда она ходит Больше туда не ходите Чтоб ноги вас туда не несли Занимайтесь Словом Божьим Приходите в храм Мы усилим занятия Больше молитвы будет Будем всем раз в день Становиться на молитву Духовно Вот и духовно Тут чего рассусоливать Когда мы понимаем Что такое телес Нам легко переносить На духовное Ни украшений в одежде Ничего нигде нет А что сократить Вот мы делали так У меня кто на квартире жил Мы все клали По 25 рублей на питание А уходило у нас по десятке По 15 допустим От силы И поэтому одно дело Десятину положили А к десятинам И что отставалось От этих 25 рублей Тоже подгребали туда Увеличивали На милость у небожию Я бы мог сидеть на 25 А сел на 12 13 еще К десятине приложить Духовный пост Объяви А духовный Говорится Что удержи руки Свои от зла Прости И там дальше Я считал Пророка Исаия 58 глава Это о посте О посте Конкретно Какой пост Желателен для Бога Это известная глава Да Ну отец Слава тебе Господи Слава тебе Ну вот я Учел Поясок У меня Видно Да Видно Видно Как Поясок С крестиком О Трестиком Тебя не возьмешь Так просто Это ты помни Только Пояс напоминает Об истине Припаяшься с истиной Напоминание Пояса носили Абсолютно все Пророки Все апостолы Христос И ангелы Даже написано И ангелы Припаясаны Нам не надо Выдумать ничего Да это Разве имеет важность Это фарисейство Люди Слово фарисей боятся Я не боюсь сказать Я фарисей Из фарисеев Ну и что из этого Теперь получится Из фарисеев Получился апостол А из садуке Который все То не надо То не надо Книги не надо Канонические Не канонические книги Не надо Из них ничего не было Кроме гонителей Кроме сектантов Никто не получится Спасибо Господи Аллилуйя Дай Бог тебе В радио У меня вот Володя Вот он стоит рядом Он эти дни тоже Простыл Болел И сегодня первый день Тут снимает Помогите за него У меня Надежда Васильевна Вчера слегла тоже Тут какой-то вирус Вредоносный ходит Как по интернету Спасибо Да мы нуждаемся В этой помощи Ты знаешь Да Нас мы тебя знаем Я вообще говорил Но на самом деле Я знал Ты никогда не обидишься Ты другой Вот это Небытие Нужно в людях насаждать Нет Если правильно говоришь Что обижаться Здесь Надо приниматься Здесь Да Я хочу добра Добра Чтобы все спаслись Ну С миром С миром С Богом Какое тесное Хорошее Хорошо Поехал от меня Уже православный Так Это у нас уже Первый час Сегодня у нас Что получается 19 по-моему 19 февраля 2015 года Ну слава Богу Давай сейчас Скачаем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому